Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня я намерен продолжить лекцию по религии и остановлюсь на этот раз на первой главе Библии, которая называется «Бытие». «Бытие» или «бытие» по-разному произносят. Так вот, недавно на болтологическом форуме в Ленинграде президент России на вопрос журналистке, какую книгу надо прочитать детям, ответствовал. «Любую религиозную. Библию пусть прочитают. Это в любом случае пойдет на пользу. Тору, Карам. Во всех мировых религиях заложены гуманистические начала. И если их придерживаться, мир точно станет лучше». Господин президент не удосужился объяснить, почему, несмотря на то, что более пяти миллиардов людей на земном шаре являются религиозными, то есть и христианами, и мусульманами, и иудеями, мир за несколько тысячелетий после появления этих религий так и не стал лучше. Наверное, такой глупый вопрос не возникал в его мудрой голове. Попробуем последовать его совету и начнем читать Библию с самого начала. Может, действительно это пойдет всем нам на пользу? Для начала хочу процитировать важную мысль, высказанную евангелистом Иоанном. Вот она. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть. Что начало быть? В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Это у Иоанна. Еще раз хочу напомнить установку Церкви. Все изложенное в Библии – сущая правда и истина, поскольку написанное водилось руками Бога. И поэтому каждый верующий, в отличие от думающего, обязан воспринимать все запечатленные не как некие символы, метафоры или иносказания, а буквально, чему я смиренно и намерен следовать. Но чтобы было понятно, насколько библейский Бог оказался оригинальным, напомню, что при описании Богов у язычников и безбожников существовало представление о вечности Вселенной, которая к тому же была материальна. В Риме существовало так же всегда. Сами Боги возникали из материальной Вселенной, а различные духи были порождением той же самой материи. В Библии, которая начинается с бытия, по латыни, кстати, на английском называется «Генезис», оригинальность появления мира начинается с первых строк. Но чтобы поэтическое звучание, изложение слов из бытия, как выразился за один из богословов, не заслонило собой глубинную истину, мне придется сопровождать божественные слова небольшими комментариями, свидетельствующими только о моем стремлении глубже вникнуть в суть рассказа о сотворении мира. В тех же частях, которые меня приводят в смятение, я на помощь буду призывать Леотоксиля, который религию изучил не только по книгам, но и в непосредственном общении аж с самим Папой Львом XIII. Итак, начну с самого начала. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Эта фраза означает, что Бог уже существовал до материального мира, который Он сотворил из ничего. Вот любопытно было бы узнать, где же или в чем же Он сам находился, откуда начал свое творение. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Из второй фразы мы узнаем, что Бог – это Дух, который умудрился носиться над водой, которую Он еще не создал. Это означает, что появление воды не обязано деянию Бога. «И сказал Бог – да будет свет. И стал свет». Трех слов оказалось достаточно, чтобы появился свет. «Откуда же Он взялся? До солнца еще дело не дошло, а свет откуда-то объявился». Это означает, что свет к солнцу не имеет никакого отношения. Свет сам по себе, а солнце, которого еще нет, само по себе. «И увидел Бог свет, что Он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Бог совершенно естественно оценил появление света как хорошее явление, «отделив его на всякий случай от тьмы». Которую, кстати, Он тоже не создавал. Она появилась самостоятельно. «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». Деяние первого дня обращает на себя внимание тем, что день и ночь возникли еще до того, как появились солнце и луна. Почему все эти деяния, названные первым днем, никого не волнуют. Назвали – так и назвали. Между прочим, Элохим, в первой главе именно Он, а не Яхва, главное действующее лицо, запросто опроверг утверждение о том, что из ничего не получается ничего. То есть первый закон термодинамики, утверждающий вечное существование материи или энергии. Тем самым фактически перечеркнул всю бренную науку. Но это только начало. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды». Вода. Откуда она взялась, которую Бог разделил? Висела в нечто среди тьмы и света? Сразу же не поймешь, что такое твердь. Вернее, вроде бы ясно, что твердь – это что-то твердое. Между прочим, в английском варианте Библии Он создал не твердь, а пространство, expanse, что явно ближе к делу. И создал Бог твердь и отделил воду, которая, подчеркиваю, под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро. День второй. Здесь сам Бог пояснил, что такое твердь. Оказывается, это небо. Пространство, как в английском переводе Библии, точно подходило бы лучше для обозначения неба. А для русских, в синодальном переводе Библии, небо выглядит, видимо, как скала. Кстати, во второй день, то есть во вторник, Бог как-то трудился не очень. Только твердь и создал. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и доявится суша». И стало так. Отсюда следует, что вода, которую Бог не создавал, находилась под небом, то есть под твердью. А суша, а суша над чем? Тоже под водой, раз он ее разделил. Половина, которая должна перелиться на твердь, на небо, скорее всего, эта твердь должна быть плоской и в виде тазика, иначе вода вылилась бы обратно. «И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. Земля – это, конечно, хорошо. А половина воды куда делась? Или осталось в пространстве, небе, тверде, болтайзе где-то бесхозное? Мне могут возразить, что это, мол, облака вокруг суши. Но вроде бы про землю шар Бог не говорил. За этот вздор, между прочим, потом многих казнили. Магнитного поля не создавал. Так что примем на веру. Половина воды куда-то утекла. Или так столбом и стоит над сушей. Обратите внимание, Бог не всегда говорит это хорошо. Про океаны, реки и прочие мокрые места он почему-то забыл. Видимо, они сами образовались, как и непослушная вода. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя дерева плодовитое, приносящие породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро. День третий. Выходит, зелень возникает на земле без всякого солнца. И все эти разговоры про фотосинтез – басни богохульников. Следующий, четвертый день, думаю, очень важный, поскольку, наконец-то, появилось давно ожидаемое солнце. И сказал Бог, да будут светила на тверде небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. Здесь, правда, небольшая непоследовательность. День и ночь он уже до этого отделил без всякого солнца. Солнце только продублировало уже содеянное. Но зато уже на законных основаниях появились и дни, и года. Но главное, конечно, солнце, которое было необходимо для знамений. Без знамений все остальное теряет смысл. Это самое важное в Библии. И да будут они светильниками на тверде небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие. Светила большие для управления днем, и светила меньшие для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверде небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. Эту связку разорвать было никак нельзя, поскольку Бог не случайно повторяет одно и то же в каждом предложении. И это действительно хорошо, поскольку без этих великих светил было бы непонятно, что нам делать днем, а что ночью. «Мое смятение развенчивое такси». Он пишет. Зачем же Святой Дух продиктовал Моисею эти сногсшибательные фантазии относительно Солнца и Света? Дело объясняется просто. До конца XVII века даже ученые полагали, что Солнце не дает Света, а только пропускает его. Свет же существует сам по себе. Даже знаменитый французский мыслитель Рене Декарт разделял это заблуждение. Хорошо. И это хорошо. Продолжаем по Библии. «И был вечер, и было утро, день четвертый. И сказал Бог, да произведет вода присмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверде небесной». В этом деянии Бога меня смущают две вещи. Вода производит не только присмыкающихся, но и душу живую. То есть человека еще нет, а живая душа уже есть. Видимо, у присмыкающихся в воде. Птицы летают по тверде. Скорее всего, только в Библии на русском языке. На других языках они все-таки летают по пространству. Что как-то легче воспринимается. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода, породу их, и всякую птицу, пернатую породу ее. И увидел Бог, что это хорошо. И вправду душу, оказывается, вода произвела у присмыкающихся. И птицу пернатую. Действительно хорошо. Питаться чем-то будет, когда человек возникнет. И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы доразмножаются на земле. Интересно. Человека еще нет, а воды в морях наполнять надо. Непонятно только, как животные будут наполнять моря. Ведь он из воды в третий день уже создал моря. Что-то здесь лохи, по-моему, накуралесил. Да вроде бы и птицы размножаются не только на земле. Из детских сказок помню, что некоторые на деревьях. Но это мелочи. В любом случае, и был вечер, и было утро. День пятый. Ну, а теперь самый важный день. Шестой. Можно сказать, авральный. И сказал Бог, да произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их. И стало так. Столько понаделано создал всех скотов и гадов. Сразу замечу, все эти скоты и гады имели душу. Здесь, между прочим, душу производит земля, а не вода, как в нем раньше. На всякий случай Бог решил повторить предыдущую фразу. И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их. И увидел Бог, что это хорошо. Видимо, для последней фразы он и повторил, что это хорошо. Это хорошо, но дальше еще лучше. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися на земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Наконец-то! Очень хорошо, что он создал человека, владыкой над всеми животными, над всей землей. К сожалению, как показала последующая практика, над землей и многими животными владычества так и не настало до сих пор. Эта земля постоянно преподносит сюрпризы своими вулканами, цуннами, землетрясениями и прочими катаклизмами. Да и животные не всегда подчиняются человеку. Но с этим как-нибудь все-таки мы справимся. Дело глубже. Бог говорит, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Смущают слова во множественном числе сотворим и нашему. Не хочет ли он или уже они сказать, что он, они, не один Бог, а их было несколько? Ведь такая неясность наверняка в последующем вызовет всяческие сомнения у людей, а у безбожников вообще возникнет повод для насмешек. Неужели Бог не мог выразить свою мысль четко, без всяких возможностей для атеистов, для поганых атеистов, дергать его на эту неясность? Другой вопрос к творению по образу и подобию, по подобию. То есть мы люди, похожи на него, или на них, по подобию нашему. Получается, что у него, как и у нас, два глаза, два уха, голова, ноги, ноги, руки, ну и так далее. Некоторые могут сказать, что он имел в виду похожесть по духу. Тогда получится, что у нас нет никакого тела, и мы, как и он, или как и они, будем носиться бестелесные над водой. Но в Исходе Бог прямо отверг концепцию духа, поскольку там написано, что каменные скрижали с заповедями были начертаны перстом Божьим. Это в Исходе 31 глава стих 18. Перстом Божьим. А в английском варианте еще проще. Пальцем Божьим. А у духа, как мы знаем, вообще нет тела, не говоря уже о пальце. Третий вопрос. По своему образу, как он написал, он, они создали, или создал мужчину и женщину. Не означает ли это, что если он один, то он есть одновременно мужчина и женщина. Следовательно, и мы одновременно мужчина и женщина. А вдруг создателей несколько? А иначе получается, что все мы вместе с ним, мужчина и женщина, одновременно. То есть, Господи прощи, гермафродиты. И тогда последующая фраза, написанная самим, выглядит очень странно. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Как мы можем плодиться и размножаться, если мы гермафродиты? Улитки и черви еще могут как-то, но венец природы. А если мы похожи по духу, тогда вообще непонятно, как и чем размножаться. А если мы размножаться не сможем, тогда как мы сможем выполнить наказ Господа? Оказывается, этот стих вызвал сомнения не только у меня. Таксиль тоже не удержался от удивления. Выразил он его таким образом. Есть одно неясное место в первой главе книги «Бытие», стих 27, которая, казалось бы, позволяет заключить, что человек был создан гермафродитом, обоеполом, и что лишь впоследствии Бог внес поправки в свое творение. Вопрос о создании женщины поднимается только в конце второй главы, а в 27 стихе первой главы Библии говорит, «И сотворил Бог человека по образу своему, сотворил его самцом и самкой по образу Божьему». Это и есть стих, буквально переведенный с древнееврейского языка. Он и дал повод к рождению весьма распространенной легенды о богах гермафродитах. С другой стороны, стих этот, именно вследствие своей двусмысленности, всегда подвергался искажениям со стороны благонамеренных христианских переводчиков. Поскольку я не уверен, что мы с Токсилем правильно поняли вышеприведенный текст, а его содержание крайне важно, придется обратиться к другим знатокам Библии за разъяснениями, что я сделал уже в последующем в других главах своей книги. А пока продолжу. «И сказал Бог, вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Если мы гермафродиты, и дни наши сочтены из-за бесплодия, тогда нам и пищи не понадобятся. «Зачем ее столько натворено? А если мы души, тогда вообще она зачем?» Далее. «А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому присмыкающемуся на земле, по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». И стало так. «Разве все звери едят травную пищу? Может быть, львов, крокодилов и прочих подобных мясоедов кто-то другой сотворил? Орлы да совы разные, траву? Это похоже на указ для веганов. Ну, ладно. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Вроде бы все это и хорошо, но так и непонятно главное. Мы люди кто? Гермафродиты или души? Ну, и, наконец, настал день отдыха. Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмый, седьмый, так в Библии, в день седьмый от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Дальше ему или им оставалось только следить за содеянным. Потрясающе! За шесть дней столько насоздавать. Можно сказать, целую вселенную с человеками. А кто-то там несет ересь про какой-то большой взрыв миллиарды лет, какие-то протоны, атомы, кварки, дейоны. Бред богопротивный. Еще раз, вся первая глава бытия описывает деяния не просто Бога, как в русском переводе, а внимание, элохима. Элохим это слово Бог во множественном числе. Единственное было бы элох. Во всяком случае, так он написан в Торе, в Пятикнижии. А во второй главе Библии элохима заменил уже бог Яхва, который, судя по всему, не был знаком с тем, как элохим создавал человека. Яхва четко расставил всех по своим местам. Прежде чем перейти ко второй главе Библии, ради объективности, я хочу процитировать отрывок, содержание которого разделяют настоящие ценители священного писания, в мозги которых коснулось нежное дыхание Всевышнего. Вот, к примеру, текст, написанный одним современным российским писателем. он написал «Сотворение мира по Библии поражает не только грандиозностью сведений, но поистине первобытной какой-то космической мощью, вызывающей у читателя, тем более верующего, озноб страха и восхищения, то есть ту особую смесь чувств, какие обычно вызывает знакомство с подлинно гениальным поэтическим произведением. Между прочим, в таком ключе не только этот писатель пишет, но и многие русские и даже среди них ученые. У меня действительно такая оценка вызывает озноб. Правда, без восхищения, поскольку вынуждает еще раз согласиться с когда-то высказанной Эйнштейном мыслью о том, что существует два вида бесконечности. Бесконечность вселенной и бесконечность человеческой глупости. Причем он не исключал, что человеческая глупость бесконечнее. Возвращаемся к Библии. Во второй главе Библии читаем «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душею живою». Извините, так в Библии. Душею живою. Здесь ясно указано, что человек был создан из праха земного. Отсюда и пошла поговорка «Все в землю лягут, все прахом будет». Правда, потом некоторые ученые стали доказывать, что Бог создал человека не из праха, а из глины, делая отсюда какие-то очень важные научные выводы. Причем под созданием человека из праха здесь понимается именно мужчина. Особенно убедительно это звучит на украинском языке, где «человик» означает мужчину, а не женщину. Но поскольку человеку мужчине одному было скучно, Яхва решил дать ему задание наречь всех животных полевых и всех птиц небесных, про рыб на этот раз он почему-то забыл. Так вот, человек, хотя и не имел никакого образования, но умудрился придумать название то ли миллиону, то ли двум миллионам живностей. Несмотря на это, среди них человеку так и не нашлось помощника. И тогда Яхва, будучи гуманистом, сотворил настоящее чудо. Об этом сказано. Вот что сказано. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». В этом стихе меня заинтриговало предложение, начинающее со слов «И сказал человек», и так далее. Кому сказал? Богу, который его создал? Ведь не жене же, поскольку не стал бы он ей говорить, она будет называться женою. Или он сам себе сказал? И не менее интригующее, на каком языке он заговорил. Ведь нации момента его создания не было, говорить вообще некому было. Хотя уверен, что русские сказали, что заговорил он на русском, а украинцы на хохладском. Евреи, конечно же, на арамейском, поскольку и Бог, дескать, наш, хоть лохим, хоть яхва. В общем, тут тема на многие книги и деньги. Как бы то ни было, главная появилась жена. И это хорошо, поскольку из чего Элохим создавал человека и что был за человек, то ли мужчина, то ли женщина, то ли гермафродит, до этого было непонятно. Да и по какому образцу? Или все-таки человек был гермафродитом? Этот шедевр творения так и остался непостигнутым. Но главное ясно, мужчина из праха, женщина из ребра этого праха. Почему из ребра тоже чудо? Ведь ребро не самый главный орган у человека. Хотя таксиль и здесь не устоял, чтобы не съязвить. Напомню, напомню, что согласно утверждению блаженного Августина Бог отнюдь не возвратил его ребро Адаму. Следовательно, Адам так и остался инвалидом без одного ребра. Это, вероятно, было ложное ребро, ядовито замечает таксиль, ибо недостача настоящего ребра была бы очень заметна. Но тут смущает вот следующие фразы с двумя вопросами. «Потому оставят человек отца своего и мать свою и прилепятся к жене своей, и будут одна плоть». Как они станут одной плотью, и откуда у первых людей отец и мать? Ясно же было Богом сказано «одного из праха, другого из ребра». Или все-таки Бог Яхва, как и Лохим, и мать, и отец одновременно? То есть все-таки он гермафродит? Да и после прилепления к жене почему должна получиться одна плоть? То есть и нам людям, как и богам по образу и подобию суждено жить в одной плоти после того, как прилепимся? Превратиться от гермафродитов? Я правда не исключаю, что в те времена все-таки так и было. Поначалу рождались гермафродиты, а затем они отлеплялись или расслаивались на две части мужчин и женщин. Об этом, например, всерьез рассуждал сам Сократ в одном из диалогов Платона. А Сократу я верю. Так же, как и тому, что Яхва оставил Адама и его жену голыми, чего они не стыдились. Правда, пока они не знали, что голые, а поев плод от древа познания, очень даже застыдились. В отличие от нынешних Адамов и Ев, которые даже сейчас не стыдятся по прошествии нескольких тысяч лет после рождения Адама. Мужи и дамы предпочитают ходить голыми, как бы демонстрируя свое превосходство над устаревшими традициями на людях ходить в одежде. Действительно, как вспомнишь, что одежду бог Яхва дал в наказание Адаму и жене его за тягу к знаниям, становится стыдно, что я не голый. Кстати, о знании и древе познания. Я пропускаю тему о местоположении рая, поскольку библейский автор не был знаком с географией, а бог почему-то не счел нужным его поправить. Кого эта тема интересует, может прочитать о ней у того же Таксиля или у археолога Джуриса Заринца, который как раз и раскопал Эдемский сад под водами Персидского залива. Интереснее тема о древе познания. Из Библии известно, что бог, создав мужчину и женщину, строго наказал им не есть плодов дерева, которое среди рая, поскольку знает бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Правда, перед этим он сказал не ешьте их и не прикасайте к ним, чтобы вам не умереть. Совершенно противоречивый прогноз за одно и то же деяние смерть или стать как боги. Почему бог опасался знаний своих главных творений о добре и зле тоже непонятно. Ведь именно в этом и состоит суть морали и смысл существования человека. Как известно, жена Адама, пока еще безыменная, по своей женской природе не послушала Яхва и съела плодов его. Тем более, что дерево приятно для глаз и вожделено, потому что дает знамя. Этим жена Адама навлекла на себя всяческие кары. Беременность, рожать муках, принимать господство мужа, Адаму в поте лица есть хлеб. И главное, возвратишься в землю, ибо прах ты и в прах возвратишься. А поскольку жене его придется рожать, хоть и в болезни, то и назвал ее Адам Евы, то есть матерью всех живущих или жизнью. А вот еще одна удивительная фраза. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы не простер он руки своей, и не взял так же от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Опять же, обращаю внимание на множественное число, как один из нас. До этого как боги. Так сколько же богов было во времена создания вселенной и человека с женой? А если теперь Адам стал как один из них, зная подобно богам добро и зло, почему Яхва в дальнейшем столь плотно продолжал участвовать в судьбе потомков Адама и Евы, начиная с Каина и Авеля? В сюжете с древом познания жертвой оказался и сам искуситель змей. Напомню, что за свое деяние бог его проклял, сказав, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Такой пассаж означает, что до этого змей ходил иначе, возможно, на ногах. Кстати, а кто его создал? На ногах, а не на чреве, как его изображают художники в сцене искушения Евы. Но главное другое, в Библии и в церковной жизни змей как раз воспринимается как символ мудрости. Ведь не случайно слово левит в Библии для обозначения жреца и одного из колен Израилевых левитов с древнееврейского переводится как змей. Змеиная мудрость нашла свое символическое выражение и в жезле архивеев, используемых при богослужении. И кто как не Иисус Христос сказал будьте мудры как змеи и просты как голуби. На фоне всего этого странным выглядит проклятие змею Богом Яхва. Змей то на самом деле совершил великое деяние дало людям мудрость знания. Внимательный читатель и слушатель должен был обратить внимание на то, что в первой главе Бог сотворил одновременно мужчину и женщину наказав им плодиться и размножаться. А во второй главе из ребра человека мужчины создал жену которую привел к нему. Получается что Бог создал двух женщин. Первую сразу вместе с мужчиной а вторую из ребра которую затем Адам назвал Евой. А куда делась первая? В свое время читая Гетта Фауста мне попались такие строчки принадлежащие Мефистофелю отвечающего на вопрос Фауста кто там? Ответ Лилит первая жена Адама весь туалет ее искос остерегись ее волос она ни одного подростка сгубила этою прической тогда эта дама меня не заинтересовала но уже при изучении Библии странные варианты рождения женщин вынудили меня выяснить так кто эта женщина из первой главы оказалось на эту тему существует масса литературы из которой узнаю что она действительно была первой женой Адама но с самого начала истории человечества эта женщина потребовала равноправия отказавшись подчиниться мужу поскольку Бог дескать их создал одновременно но в те времена Адам не был столь толерантен как нынешние мужчины он отказал ей равноправие она в ярости поднялась в воздух и улетела от него про крылья нигде не написано как улетела осталось чудом затаив при этом злобу на всех мужчин и почему-то на новорожденных детей три ангела пытались ее вернуть к законному мужу но их миссия провалилась и Лилит стала то ли женой то ли сожительницей сатаны соответственно и она сама стала демоном так сказать дьяволицей тем более что по одной из версий ее имя с древнееврейского языка означает ночь а то что Лилит была первой женой Адама библеисты вычитали из так называемого алфавита бен сиры который формировался между девятым и седьмыми веками до нашей эры в библии же синодальном варианте она упоминается только у Исаии Исаия глава 34 стих 14 как ночное привидение а в английском варианте как демон в виде козла в общем она стала олицетворением зла что естественно когда пытаешься нарушить законы субординации в отношениях между мужчиной и женщиной не случайно все ее потомки феминистки равноправницы теряли женские чары превращаясь в мужеподобные фурии ее же я вспомнил только потому чтобы еще раз подчеркнуть промахи библеистов в изложении таких исторически важных явлений как создание богом мужчины и женщины нестыковки тут очевидны и вот еще одна когда Лилит улетела они с Адамом как утверждают библеисты не успели зачать ребенка следовательно бремя плодиться и размножаться пало на Адаму но уже с Евой но весь вопрос в другом почему до древа познания они не размножались неужели в раю они настолько обленились что даже на размножение сил не хватало и вообще сколько лет тянулась их жизнь до размножения в библии сказано что Каина и Авеля Ева и Адам родили после того как оба были изгнаны из рая третьего сына Сифа уже родил Адам 130 лет так в библии первых они родили получается лет за 5 до Сифа следовательно лет 125 эта парочка жила праздно ничего не делая 125 лет ничего не делать ведь можешь с ума сойти даже находясь в раю непонятно правда что делал Адам и после рождения Сифа ведь впереди у него было еще 800 лет всего он прожил 930 лет да его внуки тоже жили 800 лет наконец сюжет с первой человеческой парой приводит и к такому почти философскому вопросу о первичности знаний над моралью поясняю Адам с Евой были голы до тех пор пока Ева не вкусила вкусив узнали они что ноги и шили смоковые листья и сделали себе опоясывание опоясывание другими словами как только они осознали свою ноготу они тут же прикрылись фиговыми листками и тем самым поставили черту между животными и людьми из этого вытекает сначала знание а только затем мораль знание первичное мораль вторичное любопытно что первые люди старались свою ноготу прикрыть то есть первый эффект от знания сказался на общественных нравах и только позже на других явлениях общественного бытия а Еву можно считать первым ученым открывшим дорогу к знаниям то есть к науке поэтому перед каждым научным учреждением есть смысл воздвигнуть статую Евы во весь рост желательно в том виде в каком она вкусила древо познания итак благодаря Библии ее первым главам и персту Бога мы познали как возникла вселенная как возникли мы с вами при этом особенно хочу подчеркнуть что в такое возникновение верят по крайней мере обязаны верить все христиане включая самого русского президента в следующий раз я намерен рассказать о героях Ветхого Завета легендарных Моисея и Давиде и об их богодеяниях всего доброго до встречи субтитры